Все планы на ближайшие три года – это увесистый том. Это книга-проект бюджета региона. Расписана каждая статья расходов и доходов в 2017-м. Их на повестку сессии ЗСК вынесли самым первым вопросом. Заработать край планируют почти 196 миллиардов рублей. Большую часть, как и в предыдущие годы, потратят на соцсферу. На нее направят 70% расходов, а это 138 миллиардов рублей. В приоритете останется и сельское хозяйство, но, как и прежде, помогать намерены только тем, кто работает максимально эффективно, обратил внимание Вениамин Кондратьев. Агропромышленный комплекс – это сегодня основная экономика нашего региона. И когда мы говорим о том, что вроде как на прежнем уровне остается господдержка сельского хозяйства, да слава Богу. Цены-то везде растут, все растет и дорожает. А мы в тех же параметрах поддерживаем наше село, наших агарьев. Господдержка в этом году будет только тем фермерам, в том числе и тем аграриям, которые доказали свою эффективность. Все. В противном случае, просто так их потратила, а потом еще и заново пришел за деньгами, так не бывает и не будет. Ситуация в экономике постепенно выравнивается, отметил глава региона. Однако бюджет пока еще остается напряженным. Но несмотря ни на что, краевые власти намерены выполнить все свои обязательства. В частности, речь о повышении зарплат бюджетникам. Так, например, планируется, что у младшего медицинского персонала она вырастет на 22%. Это было в приоритете. Потому что конкретная жизнь конкретного человека. Не все и в общем, а конкретная жизнь, еще раз подчеркиваю, конкретного жителя края. Вот она для меня и для нас в приоритете. Конкретный человек. Прибавку к зарплате на Кубани получат и медики, и соцработники, и воспитатели. Коллеги, это огромная гвардия. Сколько у нас уходит на зарплату с целым бюджетником? Бюджетникам. Порядка 80 миллиардов консолидированным бюджетникам. Коллеги, 195 зарабатываем, 80 даем зарплату. Это просто зарплата. С учетом сегодня индексации, повышения. Вырастет на полтора миллиарда рублей и дорожный фонд на ремонт и строительство автомагистрали собираются выделить 20 миллиардов рублей. Отдельной статьей предусмотрели деньги на дороге Краснодара. Но краевые власти при этом должны четко знать, на что тратится каждый рубль. Около миллиарда рублей, я думаю, не меньше, все-таки на дороге в краевой столице необходимо выделить, но жестко контролировать, куда они будут и как они будут расходоваться. Чтобы мы не получили ситуацию, где плитка перекладывается и асфальт третий раз кладется, по большому счету, на одни и те же дороги. Это надо спросить, почему прошлая плитка, которая года три назад положена, провалилась. У нас и никто не спрашивает вчерашних, и заново опять перекрыли все, опять деньги потратили. Бюджет следующего года сверстан по возможностям, а не по желаниям, говорит Вениамин Кондратьев. Жесткие финансовые условия заставляют оптимизировать расходы. Проект бюджета должен быть таким, который реально исполнить, уверен губернатор края. Сегодня жить мы должны по средствам. Вот чем вопрос. И траты, которые сегодня мы планируем, они должны соответствовать доходам. В противном случае госдолг будет только расти. Тогда мы должны понимать, где мы еще больше должны сократить, чтобы начинать гасить госдолг. Ну предложите тогда, где мы должны еще сэкономить. Мы же не можем сегодня наобещать людям, может быть, и не выполнить. Или взять и запланировать столько отрас в этом бюджете. Это же бумажка, она все стерпит. А потом бумажка останется бумажкой, и цифры останутся просто цифрами. Вот это неправильно. Это мыльные пузыри, которые мы понадуваем, а потом сдуемся. Калифами на час будем, коллеги, на час. В январе, в феврале уже сдуемся. Просто будьте реалистами. Я всех призываю, будьте реалистами. Этот проект бюджета сформирован без учета помощи из федеральной казны. Краевые власти рассчитывают, что после распределения средств регионам появятся дополнительные возможности. Глава Кубани обращает внимание, что статьи расходов еще будут корректировать в начале следующего года. Ведь еще только до миллиарда рублей нужно найти на покупку и ремонт медицинского оборудования. Необходимы деньги и на восстановление школьных спортзалов, а также на обновление школьного автопарка. Пока же в первом чтении депутаты проект бюджета приняли. Ольга Десятая